Это город Казань. Мы будем говорить о сборе гуманитарной помощи Донбассу. И один из участников этого движения, его зовут Гузель, она уроженка Казани, но живет во Франции. Один из организаторов сбора гуманитарной помощи по Парижу и окрестностям. Лица своего она показывать не станет, потому что вокруг этой темы много ненужной политики. А люди на самом деле, Гузели, единомышленники, они собирали гуманитарную помощь, потому что там людям плохо. И собрали уже, по-моему, не одну фуру, да? Да, уже не один раз. Ну, рассказывайте. Что за организация у вас? Это ассоциация граждан и России, и Украины, и Франции, всех людей, которые сочувствуют людям, страдающим на Донбассе, в том числе женщинам, детям, пожилым, и не могут оставаться равнодушными. И таким образом мы объединились, и начиная уже, наверное, с июня этого года проводили несколько митингов для того, чтобы выразить свое несогласие с тем, что происходит, с тем, что мирное население на Донбассе уничтожается. И помимо митингов мы также собирали гуманитарную помощь. Было несколько отправок, и надеемся, что эти отправки дойдут до своих адресатов, до детей, до женщин, до людей. В принципе, вообще, независимо от того, какого они пола и возраста на Донбассе, и помогут им. В основном это, конечно, одежда, потому что легче всего отправить одежду. Что касается продуктов и медикаментов, наверное, это все-таки немножечко проблематично. Но, возможно, может быть, в будущем мы сможем делать и это. Вообще, нужно сказать, что не только во Франции, но и вообще в Европе очень много различных ассоциаций, которые неравнодушны к тому, что происходит, и организовываются, собирают гуманитарную помощь и отправляют различными путями. Есть даже индивидуальные лица, которые сами каким-то образом пытаются это сделать и отправляют просто почты и бандероли. То есть для того, чтобы не быть равнодушными. В Париже в окрасностях есть школы, это русскоязычные школы, и эти школы тоже ученики этих школ, вместе с учителями и с родителями, естественно, потому что это россияне в основном. Ну, возможно, и совместные браки, то есть, я не знаю эти детали, они тоже участвуют в сборе гуманитарной помощи. В основном одежды, игрушек, учебников, все, что нужно детям для школы и вообще просто для досуга. А вот все-таки портрет среднестатистического дарителя, кто занимается, так сказать, передачей, кто передает туда гуманитарную помощь от себя, это выходцы из России или французы тоже есть? Ну, если что, есть, допустим, та ассоциация, в которой я и есть и французы, и россияне, у меня и российское, и французское гражданство, поэтому я не могу сказать, что я только россиянка, я и француженка тоже, несмотря на то, что я родом из Казани. Но есть и французы, рожденные во Франции, среднестатистический образ. Но я бы сказала, наверное, что все-таки те, кто помогают, если говорить о политике, которой они придерживаются, это, наверное, все-таки левые во Франции, хотя левые тоже бывают разного толка. Я не могу знать, есть ли какая-то помощь от представителей правых партий, правой партии, вернее, Франции, возможно, тоже есть. Это, может быть, какие-то индивидуальные лица, не объединяющиеся в компании и в ассоциации. Ваша ассоциация? Сказать, что только россияне это делают, я не могу, это делают и французы, это делают все, кто не может быть равнодушен, это делают и в Германии, это делают и в Бельгии. То есть, когда проходили акции, допустим, отмечали месяц, два, три, четыре и так далее, события, произошедших 2 мая в Одессе, это происходило повсеместно во многих городах и столицах Европы, и в Брюсселе, и в Париже, и в Берлине. Сказать, что это только россияне, конечно, не могу. А еще раз, как называется ассоциация от лица, который вы собирали? Наша ассоциация называется Гражданский комитет за мир на Украине. Спасибо вам большое за вашу работу, желаем вам успехов. И, в общем-то, как мы видим, если во Франции находятся неравнодушные люди и русские, французы, то нам тем более нельзя оставаться равнодушными. Конечно.